Матфея 5, Нагорная проповедь Вы знаете, что было сказано «Люби ближнего и ненавидеть врага»? И тут у нас есть небольшая проблемка. Проблема в том, что этот текст не фигурирует нигде, ни в Туре, ни в Пророках. Нету такой заповеди «Люби ближнего и ненавидеть врага». Да, у нас есть заповедь «Люби ближнего» в Левите 19-18. И это несколько раз упоминается в Новом Завете и также в иудаизме того времени. Так откуда Ешо это берет? Я вам сказал раньше, что это понятие... Вы знаете, что было сказано. В этом смысле есть люди, которые понимают это так. Есть люди, которые толкуют что? «Люби твоего друга и ненавидеть своего врага». И несколько времени назад я путешествовал рядом иудейской строгой Ешевы. И там были гости из Америки. Я им объяснял археологию этого места и вышел такой молодой раввин и увидел меня, что у меня нет кипы, и у меня нету цициты, я говорю, о Туре, о законе очень таким, ну как, интеллигентным образом. И он подошел ко мне и говорит, послушай, ты должен быть в Ешеве, ты должен прийти к нам и учиться. Я ему сказал, откуда это значит, что я не знаю Туры? Я вижу, у тебя нету кипы, нету цицит. Я сказал, проверь меня. Проверь, знаю я или не знаю. И он сказал мне, какое недельное чтение читают в субботу? Я читал к душе, что это из Вейкра 19 до 24 стиха, это левит. Он сказал, я могу тебя спросить? Я его спросил, я могу тебя спросить? Да. Ну, какой там стих из этого недельного чтения, о котором знают все-все-все, не только иудеи, но и христиане, и мусульмане. И он сказал, первый стих Параши, будьте святы, ибо я свят Господь. Ты прав, что это очень важное стихо, но это не универсальный стих, который знают все, что знают большая часть всего мира. Ну, так, а какой тогда стих? 18 стих. И люби ближнего своего, как самого себя. А, да, точно, ты прав. Я его спросил, ну, и кто такой ближний? О ком говорит этот текст? Ближний – это тот, который такой, как ты. Только тот, какой я, я должен его служить и любить. И если не такой, как я, то… Так, я ему спрашиваю, ну, хорошо, а что такое израильтянин, который светский? Что с израильтянином? Нет, я не обязан его любить. А что с израильтянином? Религиозным, но не из твоей партии, не из твоего течения. Нет, я не обязан его любить. Ну, и что с неевреем, которые вообще не должны любить неевреев? Секундочку. Ты молишься в синагоге? Да, три раза в день. И ты молишься молитву, которая называется «Душа всех живущих»? Ну, да. И ты имеешь в виду то слово, которое ты говоришь из этой молитвы? Ну, да. Так как ты можешь сказать «Жизнь всех живущих прославит Господа» и не иметь в виду, что каждый человек, он является Божьим Сыном. И люби ближнего, как своего себя, это не «Если твой ближний будет такой, как ты, то люби его». Но как ты любишь себя, так ты должен любить твоего друга ближнего и человека, который рядом с тобой. И он сказал «Нет, я должен любить только такого, какой я». И он повернулся и ушел. И даже такой, что текст говорит «Вы услышали, что сказано вам, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага»?» Иешуа здесь цитирует ситуацию, ту, которая была в народе, а не текст, который был в Писании. И, к моему сожалению, это понимание существует в обществе. Мы не должны обязаны любить людей, которые не совсем такие, как мы. Иешуа торгует это по-другому. И также раввины понимают это по-другому. Ну, часть из раввинов. И в Средние века, во время Первого Крестового Похода и погромов, и в Инквизициях, и во время Катастрофы евреи стали понимать это по-другому. Мы не обязаны любить тех, которые любят нас, которые ненавидят нас. Но вернемся обратно к нашему тексту. Мы говорили Матфея 5, 43, и мы продолжаем сейчас в 44 стих. «А я говорю вам, любите своих врагов, молитесь за них, за тех, кто преследует вас. Только так станете сынами своего Небесного Отца, потому что Он велит сходить в Солнце и над добрыми, и над злыми, и посылает дождь и для правильных, и для грешных». Что говорит этот текст? В том же самом Небедельном Чтении к Души, в Левите, 19 главе, 1 стих, говорит, Бог говорит, «Будьте святы, потому что Я Господь свят». В том же самом Небедельном Чтении, если наша заповедь быть святыми, как Бог, это Бог, поэтому нам нужен характер Божий. Если Бог дает злодеям возможность покаяться, исправить свою жизнь до последней секунды их жизни, и дает им дождь, и хлеб, и солнце каждый день, нам нужен такой же характер, как у Бога, мы должны делать то же самое. Но откуда Ешуа берет это, что мы должны любить того, кто ненавидит? Он берет это из Туры. Вторые мы видим понятным образом. В книге «Исход 23.5» Следующая вещь. «Исход 23.5» Если найдешь осла сонеха, ненавидящего твоего, врага, тот, кто тебя ненавидит, если увидишь осла того человека, который тебя ненавидит, упавшим под ношею своею, которого злой хозяин положил на бедного ослика, что ты будешь делать? Скажи, мне все равно, это что? Мой осел, это осел того, который меня ненавидит, ненавидит никакой. Или я ненавижу, или он меня ненавидит? Да чтоб сдох. Он мой враг. Тура говорит, нет. Если увидишь осла, врага твоего, упавшим под ношею своей, то не оставляй его, разъючь вместе с ним. Ты обязан ему, ослу, помочь. Ты должен спустить груз. Не то, что опустить, не только с помощника, но даже с его осла. И этому ослу ты должен помочь, разгрузить. Помоги ему. Не суди преврат на тяжбы бедного твоего. Ты должен праведно судить и бедного, и богатого, и даже того, кто твоего ненавистника. И так это понимали раввины уже во времена Иешуа. Иешуа увеличивает вопрос этого вопроса. Когда он говорит, мы в 44 стихе, я говорю вам, благословляйте, годнитесь за тех, кто преследует вас. «Любите своих врагов». Почему? «Только так вы станете сынами своего небесного Отца», 45 стих. «Потому что он велит сходить в солнце и над добрыми, над злыми, и посылает дождь и на праведных, и для грешных». «Если будете любить только тех, кто любит вас, за что вас тогда награждать? Разве сборщики налогов не делают то же самое? И если вы... Если вы привезли его только с друзьями, что особенного вы делаете, разве язычники поступают не так же? Так будьте совершенны, как совершен ваш Небесный Отец». Совершенными, то есть как наш Небесный Отец. Он совершенный. И так же мы должны быть такими же совершенными. Потому что вернуть зло за зло — это не изобретение. Ничего нового. Каждый так поступает. Даже посреди мафии, злодеи любят друг друга. Они все вместе, в группе. Если ты любишь только тех, которые в твоей компании, в группе, ты не лучше их. Мы должны принести хорошие против злобы вокруг нас. Поэтому для наших врагов мы должны молиться. Как мы должны молиться? Молитва, чтобы они покаялись и справились свои поступки, достигли веры, приняли благословение от Бога. И вот молитва, за которую мы должны молиться. Не молиться, чтобы Бог дал им удар по голове и уничтожил их, но чтобы они вернулись, побратились, покаялись и справились с себя. Из врагов в конце концов они станут верующими друзьями. Из враги станут друзьями. Вот цель. Потому что враг, которому ты возвращаешь зло, что он сделает? Он будет еще более злобным, еще более вражеским. Ты принешь своего дяди, он приведет своих друзей. И начнется война на уничтожение стенка на стенку. уничтожить вот этот круг ненависти можно только, если ты достаточно силен, достаточно уверен в себе, достаточно полагаешься на силу Всевышнего Благословения. Если ты будешь любить только тех, которых тебя любят, ты окажешься в конце концов один. Ты должен превратить ненавистников, врагов. Не так, что ты поднимаешь руки и сдаешься, но через то, что ты возвращаешь им хорошие, активным способом, благословляешь, если тебя проклинают. Это разрушает круг ненависти, и это превращает нас, чтобы у нас был характер Божий, дождь и праведникам, и злодеям. И эти вещи достаточно тяжелые. Но Ешуа в сущности приходит, чтобы исправить мир, в котором мы живем, чтобы решить человеческие проблемы. После того, как Ешуа этому обучает, мы приходим в шестой главе. И в шестой главе центральная вещь, которую мы увидим, Ешуа приводит нашу веру в Бога, и он как доводит ее до пика, до максимума, до антропоцентричной веры, где в центре находится человек, который рядом с тобой. Он является центром духовного нашего мира. Нам это сложно понять, потому что мы хотим быть божьими служителями, но как мы будем служить Богу, который на небе, который ничего не нуждается от нас, мы должны служить человеку, который рядом с нами. И через это наше служение Богу. И я это только начал, но продолжу это на следующем уроке, 6 глава, 1 стих. «Смотрите, не выставляйте нам пока свою набожность, чтобы привлечь внимание людей, иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца». Остановимся тут. Если вы принимаете плату от людей за хорошие поступки, которые вы делаете, то вы уже приняли вашу награду, и у вас нет платы, которую примете на небе. Нет двойной оплаты на земле или на небе. Вот что говорит об этом Иешуа. «Делайте все чистым сердцем, ради чести святого, следите за пришедшим сиротой и вдовой, чтобы ваше доверие, кредит пришло к вам доверие не от людей, а от Бога». Потому что если ты делаешь одолжение кому-то, человеку, и он тебе возвращает, то все, вы в балансе, в расчете. Ты принял, взял хорошее, получил назад хорошо от того же человека. Поэтому Бог не обязан тебе ничего. Ты получил уже плату за то, что хотел. Если сделал заповедь хорошую в общество ради Божьего Царства что-то хорошее и сделал это для того, чтобы получить доверие от людей, ты получил кредит от людей, и это все, больше ничего не осталось. Поэтому, уважаемые, мы продолжим это обучение в 6 главе в Нагорной проповеди Матфея на следующем уроке. Но в конце я вам хочу сказать. Иешуа не принес новый закон, новую Тору. Он объясняет и поясняет заповеди Торы в общем. Он смотрит на все тексты, весь Танахст, и не только на один текст, и приходит к согласию единому, практичному. Но перед этим выводом он смотрит на все тексты, и поэтому он обучает тому, что в большинстве этих случаев не убей, не прелюбодействуй, не разводись от своей жены. Во всех этих вопросах есть больше, чем один текст, который действует в этом. И когда он приходит по всем текстам, он приходит к выводу, что намерение гораздо более широкое, чем одной специфической заповеди от этого конкретного дела, которого конкретно об этом говорит заповедь. На этом мы попрощаемся и продолжим на следующем уроке Матфея 6 главе Нагорная проповедь. Мир вам. Субтитры Игорь Негода Субтитры подогнал «Симон»